Украинский блогер-историк, витаю тебе, шановный. О, зек. Наверное, я блогер, если зек. Матвей, это же ты пропаганда? Вот, начинается распаковка. Сразу 10 секунд, 15, ладно, 15 секунд и уже распаковка. Скажи мне, пожалуйста, почему на монетах Дмитрия Донского арабская версия? Расскажи мне, пожалуйста, почему на монетах арабская версия спросил? Не-не-не, подожди. Это как истории. Хочу спросить тебе вопрос. В каком году украинцы выкопали Черное море? Я думал, ты умный человек, а походу, не очень. Антураж советского человека. Лицо Украины. Спасибо. Пожалуйста. Всегда рад. Это уж очень, знаете, есть такая песня 17 века. Ой, мороз за морозанку. Так что, в принципе, чуть я с вами совошусь. Кстати, там Украина упоминается, ну ладно, не десятки, но до десяти раз. Интересно, правда? А говорят, Ленин создал. Всякие комики мне постоянно кричат, что Украину Ленин создал. А тут песня 16 века. Еще и Гадицкий договор 1658. Еще и Бучацкий договор 1672. И еще и князь Юрий Хмельницкий 1677. Князь Украины. Князь Украины. А кто он по национальности был? Князь Украины. Национальности тогда не существовало. Правда? 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 Украинцев тоже не существовало. Хорошо. Если вы так хотите, 1663 год. Ян Дзык упоминает, что он по нации украинец. Так, для справки вам. Да. Да? Да. Почитайте архивы Польского и Караковского университета. В Древней Руси. В Древней Руси кто жил? В Древней Руси точно не русские жили. Жили всякие племена. Племена жили разные. У вас финно-угорские жили. По раскопках графа Уварова. У вас финно-угорские племена жили. Также и повесть временных лет гласит Нестор Литописец. Хотя он больше по легендарных справках. Но даже в 12 веке он понимал, что там финно-угорские племена доминируют. Откуда у них украинцы родились? От кого? Украинцев не было. И русских не было. И белорусов не было. И русских не было. И россиян не было. И украинцев не было. Представляете? Тогда не было вообще народов. И вам больше скажу. Этносы еще только даже формироваться начинали. Потому что тогда жили племена на территории финно-угор. Господи сказал. Финно-угорские племена на территории России. По раскопках графа Уварова. Который антрополог Богданов подтверждает. Что вот эти кости великороссов. Больше схожи с финно-угорскими племенами. По раскопкам. Которые Алексеева Татьяна пишут. Что в Ярославской, Костромской и других областях. Доминировали ославянины в 16 веке. Только финно-угорские племена. Это балановские генетики пишут. Что славянской речи почти не было. До 16 века. На территории современной России. Центральной. Пишут, что тюркская, баланская. Какая-то финно-угорская речь. Доминировала на этих землях. Вот это вся суть. Тогда народов толком еще не было. Это я вам так открыл и тайно. Я могу продолжать вечность, товарищи. Да ты можешь, знаю. Болтать. Для таких, как вы, индивидуумов, которые кричат, что украинцев в 12 или 11 веке не было. Это просто смешно. Это как Ленин создал Украину, только еще лучше. Потому что, в принципе, восточные славяны появляются с 14-15 веков как раз после Руси. Периода Древней Руси. Искусственный термин. Древняя Русь, Киевская и так дальше. И все. Все сказал? Я могу продолжать, не переживайте. Давай. Все для вас. Давай. Давай. Что такое? Я вам скажу больше, что такой человек, как Карамзин, знаете Карамзина, он писал, что преимущественно Русь как раз таки название относилось к землям Украины современной. Ключевский тоже писал. Писал тоже Соловьев. И это вы можете найти в работе Кучкина, другого историка конца 20 века. Ну, он вроде и в России тоже жив. Вот как раз таки он предрасписывает, что Русь в узком смысле это территория Украины исключительно. Потому что в летописях Русью не ассоциируются новгородские земли, Ростовщина, Суждальщина, Рязанщина, Владимирщина и так дальше. И это подтверждается, когда Юрий Долгорукий идет на Киев и говорит, что собрал рязанцев, суждальцев других и идет на Русь в Киев. Это подтверждается в грамотах берестяных новгородских, которых даже средний класс люд, вот этот, да, вот этот люд Новгорода, он говорил, что когда посылается митрополит или когда кто-то идет в Киев, то он идет в Русь. А Новгород как раз таки с этой Русью не ассоциируется. Вы это можете увидеть на карте Мухаммеда Али 20154 года, где есть четко земля Руси, это юг Украины, а Новгород считается соединенной землей, как бы захваченной. Это и не странно, потому что в повести временных лет пишется неоднократно, что Новгород платит дань Киеву в гривнах 2000 гривен в год. Это 1014 год Ярослав, наместник Новгорода, платил дань великому князю киевскому Володимиру. Вот это все связанные вещи. И поэтому пишет десяток историков. Кроме вот этих еще Буслаев, Шахматов, Преселков, Насонов, Рыбаков, Данилевский, Форя, Мося, Кучки и так дальше. Это просто идеально. Что? Все? Могу продолжать? Если вам так интересно, могу продолжать. Это не закончится никогда. Знаешь, сказку слушать всегда. Сказку слушать всегда. Сказка в том, сказка ваша в том, что вы считаете себя теми русскими, которые были в 11-12 веке и так дальше. Которые толком и русскими то не назывались. Это назывались чисто православные люди, как пишет Игорь Данилевский. То есть любой хозяин, который крестился, он назывался русским. Любой какой-то поляк, который принял православие, назывался русским. Это не относилось к народу. Это этноконфессионим, который соответствует термину православный. Это вам пишет профессор Московского университета. Больше скажу. Это все фиксируется и дальше. Такого человека, как Сигизмунд Герберштейн, который в 16 веке побывал на территории Москвы. Его работа записки в Москве 1526 года пишется. Кто такие русские? Это, в сущности, все народы, которые исповедуют православную веру и понимают церковный язык, который в церквях, естественно, читается. Больше того, поэтому пишет не только в 16 веке еще один человек, как Митвей Меховский, который отличает, например, литовские церкви и русские. Руського митрополита, митрополита Руси и митрополита из Литвы и так дальше. Московское княжество как раз таки противопоставляется королевству Русь. Это и в войне, и в других путешественниках неоднократно видится. Есть четкое противопоставление. Есть противопоставление русской и рутентской мовы, собственно, которая была в Великого княжества литовского, русского и жематийского. И московского какого-то языка, московской мовы в московском княжестве, царстве. Как на картине, ой, на карте Семена Ремезова. Семена Ремезова это картограф местный московского государства, который нарисовал Московское царство. Как это в ведомостях московского государства первой в газете России. Это везде и везде противопоставляется. И вы почему-то сидите здесь и рассказываете, что вы там святая Великая Русь вот этими лозунгами, как когда-то в Третьем Рейхе, что они там Великая Священная Римская Империя, Германия и так дальше. Вот это все полная чушь про эти народы в Древней Руси, про русских исконных. Какие же вы русские, если в местной летописи московский народ подпишивается. Это времен Смуты, как раз таки. Московский царь, который говорит, что ни одной пяди московской земли кому не отдаст и так дальше. И вы потом кричите, что вы там исконно русские земли и исконно русские города освобождаете, которые вы даже не основали. Которые все основ scrolling местными людям, либо князами литовскими и так дальше и так дальше и так дальше. Вы даже забываете про то, что Великие Князья Киевские вам города основывали. Ярославль, Владимир, Москву и так дальше. Что, про это все забыли? Ну да ладно, тогда что народов не было. Это же всего-то разноплеменное государство, эта Русь. И то она не была толком единой. И то эта Русь постоянно между собой, между особицей были. Каждый раз, когда умирал князь, между собой эти все сыновья воевали до последнего. Просто не церемонились с тем, что можно убить или помиловать и так дальше. Эта Русь единой никогда толком и не была. Это были как раз такие княжества, которые как раз не воспринимали Русь как захватчика их земель. Потому что это подтверждается в работе Робинсона, историка советского, который писал, что Андрей Боголюбский даже отличал русскую землю и Византию, как земли, которые, скажем, иностранные, страна какая-то другая, иностранцы какие-то. Что суждальцы воспринимали этих людей из Руси как захватчиков, как каких-то оккупантов у него, что они противились этому и так дальше. Вот эту всю чушь, вот эту всю чушь, хватит нести, пожалуйста, это утомляет. Продолжать? Вот у меня утомили, твоя сказка. А я могу и дальше продолжать. Скажи на Руси, откуда украинцы живы, если там была Русь. Что тебе поможет, то скажи мне? Что тебе поможет? Что мне такого сделать, чтобы тебе помогло? Чтобы тебе дошло? Что ты, наследник каких-то финно-угорских племен, что у тебя предки жили на этих землях веками, и они ассимилировались как раз-таки под поводом Руси, что как раз-таки эти основы, эти крепости, тот же Ярославль, для того, чтобы контролировать внешнее финно-угорское население. И Василий Ключевский писал, что как раз-таки финно-угорские племена изначально изгоняли всяких миссионеров, священников, которые приходили их крестить, фабернизировать и так дальше. Это вы не можете понять, зато кричите «За Русь!» «За Русь! Ус Русь!» что называется. Вот так это выглядит. Ты можешь ему сколько угодно рассказывать. Но там же все, там перегородка стоит, информация не проходит. Какие отношения имеют украинцы к Руси? Та самая прямая, почитай топографическое издание Харьковского наместничества, где рассказывается история украинцев. И начинается у нас того, что есть Русь, есть Русины. И это, кстати, до сих пор есть название Русины. В основном на западе Украины, оно законсервировалось, сохранилось и так дальше. Которые говорят на русинском языке, который противопоставлялся неоднократно в том же Адама Бохорича как раз таки, против московскому. То есть Москва никогда отношений к Руси не имела, кроме того, как претензий на наши земли, так как сейчас. Вот сказали, что ДНР, там ЛНР существует. И да, ДНР, ЛНР, никакого этого не существует, так же, как и титул всей Руси. Сказали, что мы имеем в своих владениях Киев. Киев, это Иван Третий еще сказал. Но что мы видим? Что мы видим в итоге? Мы видим в итоге, что только Киев в 1686 году попадает в Московское царство. То есть это постоянные претензии, постоянные какие-то настроения. Они, мол, мы тут, мы, это наша земля, это наше все. И потом они навешивают нам вот эту правду искусственно выдуманную, иллюзию, которой никогда не было. Но они за нее потом воюют веками. Что вот же, надо Киев взять любой ценой. Это не изменилось за тысячи лет. Не изменилось. И потом спрашивают, какое отношение имеют украинцы к Руси? А какое отношение имеют те самые московиты, москвичи, Москва, которые в Витебской таможне, сами проходят таможню, и их обозначают москвитянин, москвитянин, и так дальше. Какое отношение вот эта Москва имеет к этому? Какое отношение все это? Какое отношение, это тоже не знали, не Пилип Орлик, который в письмах писал, противопоставлял Украину, Малую Русь еще подписывали, и московию, москвитов, и так дальше. Они тоже не знали. В любых письмах гетьманов, украинских, русских, и так дальше. Никогда они не ассоциировали с Русью как раз такие эти земли. Всегда была московщина, москвит, и так дальше. И Тарас Шевченко как раз тоже это подтверждает, опираясь на те же самые собственные источники. Но деда что? Вот, 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 там новости. Включил себе телевизор, включил себе то. Ему все равно. Он повторит третий раз свой вопрос про украинцев в России. Интеллектуально. Ну вот так, ну, все, и хавается. Что там еще говорить? Типичная московская культура. Че? Эх, московиты, ну шо ж с вами такое, а? Пятьсот лет где-то промянуло, как бы ничего и не было. Что при Иване Грозном жили в таких условиях? Что сейчас? Что сейчас? Что там? Что в Украину? Угу. Да? Для тебя лучше шло, когда ты... Сразу видно, вот сразу видно, что бухает каждый день, не вылазят просто мешки под глазами просто большущие. Вот этого бухича, вот этого постоянного неутерезения, уже скоро глаза п***ные. Я там ежок, а не ежок, нет. А что ты? У тебя еждога, да? Тебя болит что-то там? Да, ты тебя болит что-то там. Боевые подруги. Ой, блин. Блин, где-то видел описание... Описание характера московитев, что как про пьяниц. Сейчас, буквально секунду. 16 век. Вот. Величайшие пьяницы весьма этим похваляются, презирая непьющих. Пишет Амбарон Джо Конторини в 1474 году. У них нет никаких вин, но они употребляют напиток из меда, который они приготовляют с листами хмеля. Этот напиток вовсе неплох, особенно если он старый. Однако их государство не допускает, чтобы каждый мог свободно его приготовлять, потому что будут убивать друг друга. Ну вот. Культура. Что это вообще не хочется об этом? Привет. Говорить. Здрасте. Как дела? Спасибо за ссылку, все хорошо. А у вас что? Да, тоже кайф все. Кайф? А что там в Кольской области происходит, знаете? Нет, не интересовался. А что так? Для чего? А Кольская область это не Россия? Ну, Россия, да. Делами России не интересуетесь? Ну, я по политике не разговариваю, поэтому так говорю, а так, конечно, все слышал. А почему разговариваете? Я просто разговариваю. Да вы что? Обо всем, кроме политики? Отлично. Давайте по истории поразговариваем. И что? По истории давайте пообщаемся. А история далека от политики? Да. Все к одному приведет. Как относится к политике, де в нее шумеры? Да, ну, там в России. Ни в чем просто сидят, что сидят, что они, что ищут. Один твій лайк – це 10 новых глядачів, рекомендованих алгоритмами Ютуба. Проте, через безкінечні атаки російських ботоферм, український контент опинився в тіньовому бані. Підтримай українських блогерів лайком та підпискою не тільки на Ютуб, а й в Телеграм-каналі, щоб мати доступ до всього матеріалу використаного відео. Слава Україні!